Всем привет, друзья! Как у вас дела? У вас дела отлично! Я сейчас собралась, сейчас поеду на лазерную эпиляцию, как я уже говорила, у меня сейчас курс и второй сеанс. Не знаю, сколько понадобится, когда все пройду, весь курс, потом, возможно, сниму для вас отдельное видео, расскажу, как, что, свои какие-то эмоции, впечатления. Я вообще сегодня не планировала красить, я думала, ну, так быстренько по делам съезжу, потом вернусь, сегодня хочу еще маникюр успеть сделать. Ну, навряд ли, наверное, это получится, посмотрим. А потом что-то такая села, думаю, хочу потестировать новую тоналку люксовую. И раз-то, короче, нанесла ее и думаю, что-то как-то, ну, тон, он классный, хорошо подошел мне, но слишком плотный. Я думаю, под такой плотный тон грех не накрасить глаза. Накрасила глаза, то-се, и думаю, блин, накрасилась так прикольно, что мне аж понравилось. Правда, линза надела вчерашнюю, еще вчера должна была выкинуть, а потом, думаю, сегодня последний день надену, и потом уже их выброшу. И еще блеск тоже протестировала новый, вот такой. Он идет, типа, знаете, как Dior Lip Maximizer с увеличивающим эффектом. Не знаю, как это работает, просто визуально. Обычный блеск, еле-еле заметный, ну вот, прикольный. И я решила сегодня завязать хвостик. Вообще, очень редко хожу с хвостом, как вы знаете, что-то мне так понравилось, как смотрится хвост. Сухим шампунем набрызгалась, вчера мыла голову, но сегодня буду делать тренировку, поэтому я подумала, сейчас лучше сухим шампунем обойдусь, а вечером сделала тренировку и потом уже помою. Надела вот этот свой черный спортивный костюм, который заказывала как-то на шине. Мне очень удобно, очень классно, потому что после лазерной апелляции нежелательно надевать что-то такого-то обтягивающее. В принципе, тоналка мне понравилась. По-моему, это была Clorans или Clinique, что-то вот из этого разряда. Но слишком для меня плотная, то есть мне такой плотный тон придает возраста. Такой плотный-плотный тон можно только на какие-то вечерние, возможно, макияжи и то. Уже тоже сумку собрала, маску с собой взяла на всякий случай, потому что в общественном транспорте еще все-таки нужно носить маски, наушники. Сейчас еще возьму, наверное, Powerbank, чтобы уж точно мне хватило заряда. Ну, телефон, уберите, можно. Ну, я не буду убирать. Ну, вы снимаете? Ну, я не буду снимать вашу. Ну, какие среди дают? Я не буду удостоверения сделать. Все, смотрите. Здесь телефон. Елена Александровна. Да, инспекция. Да, тралютка. Да, сиди в аркаде, трансмах. А какие претензии ко мне? Печатки, затенки, без претензии. А вот люди без перчаток проходят. А люди почему проходят без масок? Смотрите, где маска ваша? А люди вот без масок? На себя поверните. На себя поверните. Ну, у меня маска на мне, она у меня на лице. Она у вас на лице. А вот люди, смотрите, без масок. Она у вас на шее. А вот люди, смотрите, без масок. А вы на себя. Ну, а где? В дом, в кассе полно продаете. Ну, так я у вас спросила, где перчатки можно приобрести? Вы говорите, что вы идете в сутки. А вы нормально можете разговаривать? Я не могу. Вы не можете, да? Я не могу, да. Я общаться нормально могу, а вы нарушитель, я не могу. Я вам говорю. Вот, люди идут без масок, люди идут без масок. Вот, смотрите, девушка идет без перчаток. Я не могу смотреть, вы нарушите. Вот, смотрите, без перчаток, вот мужчина прошел. Вы сейчас без ничего наденьте, вы идите приобретайте. Хорошо, а почему вы только меня остановите? Потому что вы идете мне навстречу. А вот эти люди, они не идут, да вот люди без перчаток. Я не могу с этим людям за вас подать. А вот, по-моему, человеку, смотрите, пока вы не устроите. Вот, смотрите, все стоят, да? Люди идут без перчаток, без масок, без ничего. Вы на себя посмотрите. 150 раз, сказала, вы идете на какую-то встречу. На какую встречу? Вот, смотрите, женщина идет без перчаток. Я не могу отойти, вы стоите на наш паспорт, да, конечно. Ну да, конечно. На какую опорту, да, ничего. На основании какого закона? На основании какого закона? У меня отсылочку, пожалуйста, будьте дабы. Чего 45? Находите, смотрите. А вы не можете мне объяснить? Надевайте перчатки, я не хочу с вами разговаривать. Я боюсь, что вы болеете. Чем это я могу болеть? Я знаю, я уже шла, я уже шла. Вы почему скорите, вот скажите? Вот вы мне объясните, почему тысяча человек прошло без перчаток? Вам же говорили о диване. А я с вами не общаюсь, я общаюсь. Вообще, я же тоже, я пенсионерка, я боюсь тоже заразиться, правильно? А вы молодые? Вы молодые бегаете, заразаете. Сидите дома тогда. Причем сидите дома? Живу я здесь. Ну вы, а ко мне, зачем вы сейчас подошли? Потому что она вам замечание сделала, а вы спорно. Ну а вы здесь что? Мы сейчас женщины... Режим, что это возрастное лицо. Человек здесь живет, он живет. Я не хочу заразиться, я наступлю. И вы здесь живете. Только деньги не хотим притрачать. Так, а в чем проблема? Я сейчас пойду и куплю эти перчатки. Так я у вас изначально спросила, где эти перчатки взять. Я вам еще 50 раз сказала, идите. Вы мне говорите, доставайте сумки. Идите. Я просто в шоке. Тысяча человек, вот сейчас передо мной, человек 30, 40, 50 прошло. Без масок, без перчаток, без ничего. Подошли именно ко мне. Где, говорят, ваши перчатки? Вы представляете? Изначально я спросила, хорошо, я найденые перчатки, а где их можно, говорю, привезти? А мне доставали свои сумки. Представляете? Как это так? Вот, смотрим, я купила перчатки в кассе. Я сейчас иду в метро, я выехала нормально, у меня еще даже в запасе должно было быть время, потому что я не люблю опаздывать. Но тут меня останавливают. Значит, я специально надела маску. Кстати, я про маску сегодня сказала. Когда села, значит, на первую линию свою, никто не сидел в маске, никто не сидел в перчатках. Я еще подумала, что-то как-то все расслабились. Я как дура, одна сижу в маске. И спустила ее на подбородок. И также я захожу в метро, значит, все проходят, чтобы вы понимали, без масок, без перчаток. Единичные. Есть люди, которые идут в масках, но перчаток не было практически ни у кого. Вот только одна женщина, которая ко мне копалась. И меня останавливают. То есть все остальные стоят, никого не останавливают, остановили меня. И говорят, где перчатки? Я говорю, у меня нет перчаток, где их можно купить? Они у вас должны быть. Сумку откройте, доставайте. То есть вы понимаете, да? Вы слышали сами, насколько по-хамски общаются вот эти контролеры, как они себя называют. Они чуть было не выбили меня из коллеги. Она, короче, мне еще показывает ту засоверение. Знаете, открыла я так, и ху, пусинка закрыла. Я говорю, подождите, я даже не успела прочитать. И ее это выписало, что я в второй раз попросила ее посоверение показать. В общем, мы срались. Все бы хорошо закончилось, я не против пойти перчатки купить. И он изначально, самый мой первый вопрос был, где перчатки можно купить. Знаете, меня больше всего поражает, как вот такие люди строят из себя, типа, таких дурачек. Просто как будто бы они веные, пушистые. Они просто выполняют свою работу честно. Смотрите, как тепло. 6-7 градусов на улице в Москве. В общем, я вышла из метро на парке культуры. И, в общем, что хотела сказать, что да, перчатки, возможно, носить нужно. Но у меня такой вопрос. Почему остановили среди всех только меня? Мне объясните, пожалуйста. Да даже фигнем, что остановили именно меня, да? Не в этом дело. Когда она сказала, типа, перчатки, я такая говорю, у меня их нет. То есть я ей сразу сказала, я не стала там врать, возмущаться, типа, что. Я просто шла, слушала музыку, она меня останавливает и говорит, перчатки. Я ей говорю, у меня их нет. Где их можно приобрести? То есть я сразу спросила, где их можно приобрести? Сумку открывайте, оттуда доставайте. Почему нельзя было сказать, что вот они продаются там на кассе? Откуда я могла знать, что они продаются на кассе, где пополняют стройку? Там нигде не написано, что они там продаются. То есть по факту она могла бы мне просто сразу сказать, вот на кассе идите покупайте. И даже пофигу на то, что я уже прошла, пропикала. То есть если я выхожу и еще раз захожу. У меня еще раз снимается за проезд. Даже на это пункт я и говорю, хорошо, где? Доставайте. Понимаете, вот человек сразу уже идет на конфликт. Почему вот обычным тоном нельзя было сказать на кассе? Она даже не хотела говорить на кассе, а потом когда уже все подошли, она такая говорит, я вам 150 раз сказала на кассе. Я думаю, вот это ля, ты лицемерка. Вот это ты лицемерка. Все, я уже сделала процедуру. Очень быстро все было. И вообще не больно. Я иду сейчас к метро к этому злосчастному. И поеду уже домой. Сейчас отзванивала Сержа, рассказала ему. У него тоже было много таких ситуаций, когда к нему подходили. Ну вот именно в метро сейчас он очень часто ездит на общейшем транспорте, чтобы объехать пробки. И он мне это не рассказывал, потому что он знает, что я очень остро реагирую на такие вещи. Меня просто бесит вам. Меня бесит вот это все. И он сразу понял, в чем дело. Вообще абсолютно. И вы мне говорите, что я сама нарваюсь. Каким образом можно самой нарваться на такое? Когда вот Сергей со своим другом стоял в торговом центре в Москве, к нему подходят менты, проверяют документы у него без основания. Его друг, кстати, стоял и все. Он говорит, а что? Типа, он вообще не в понятках. Часто такое происходит? Да, очень часто. И что вы думаете? Когда Серж у него спросил, а что, на каком основании? И тот мент, он оказался более-менее в адыквате. Он говорит, ну потому что, говорит, вы, естественно, азиат. Как бы вы понимаете, да, что это вообще такое? Да даже пофигу на вот это все. Азиат, не азиат. Почему нельзя просто сказать, что идите на кассу и купите. Откуда я? Я, честно, я не знала, что эти перчатки продаются на кассе. Вот они, кстати. Гандоны. На руки. Я не знала, что они продаются на кассе. Там нигде не было написано, что у нас продажа нити-перчатки и так далее. Да я сняла. Все люди ходят без перчаток. Большое слово еще ходят без масок. А я злостная правонарушительница. Я, как я посмела не надеть перчатки, а слушаться контролерщу. И вот что. Вы видите, половина людей вообще без масок, без перчаток, без ничего. Я вот переварила, знаете, эту ситуацию. Еще раз над ней думала, почему же именно вот так вот все происходит. Почему настолько по-хамски отвечают. Почему остановили только меня. На камере, кстати, это видно, что все остальные контролеры просто стоят и никого не останавливают. Все люди просто тупо проходят без перчаток, без масок. Там люди шли вообще вот без ничего. Просто идут им пофигу. Они только вот как бы меня окружили. И все еще какая-то там тетка левая вообще подошла. И она, кстати, единственная, кто была в маске и в перчатках. Ну, она, не знаю, до чего она вообще ко мне подошла. Видимо, просто очередной раз мне сказать. Они все там собрались. Вы четко это слышали. Это житель этого города. Она житель Москвы. То есть они мне... А я типа никто. То есть я какая-то сраная мигрантка, которой можно подойти, мозг потрепать, выплеснуть всю вот эту злость этого мира, которая у них скопилась. Просто вот взять и на меня все это выплеснуть. С какой стати? Я бы не сказала, что они выполняли свою работу. О какой работе их может идти речь, если все остальные люди проходят, и они никого не тормозят, а тормозят только меня. И мне начинают говорить, что все здесь люди, это типа жители города, а я типа кто? И вот это и есть та самая скрытая агрессия, о которой постоянно, знаете, вот говорят, у нас такого нет, у нас вообще такого нет. Все это придумано, это придумано. Это ничего не придумано. Вот это, таких ситуаций полно. Я сейчас вот выложила сторис в инстаграм, так мне уже пришло около 10 сообщений, что люди тоже попадали в такие ситуации. Это сплошь и рядом происходит, это постоянно происходит, это действительно так. То есть это просто, это так оно и есть. Не нужно вот это вот, типа такого нет, и ты все придумала. Я вообще изначально шла, у меня камера, вы знаете, я сейчас с собой камеру не ношу, и потом в телефоне я слушала музыку. У меня наушники были в ушах, я была в маске. И что значит происходит? Как только меня останавливают, я спрашиваю, а где приобрести? И я получаю в ответ такой, что доставай из сумки, у тебя, типа, эти перчатки, я так подозреваю, она имела в виду, что они у тебя должны быть. И я тут уже понимаю, что раз она отвечает так по-хамски, мне нужно включить камеру. Потому что если камера, они сразу боятся. Потому что сколько вот даже вы можете сидеть в социальных сетях, наверняка видели. Просто берут и штрафуют людей за что-то. Просто вот потому что, просто потому что человек не может нормально на русском объясниться. Они просто берут и штрафуют людей, забирают. Вот я недавно видела видео, забрали у человека паспорт, и все, и не отдают. Человек, по-моему, из Кыргызстана, что ли, не дают паспорт. С какой стати они изъяли документы, все. Это понятное дело, это я могу им сказать, что и то они мне просили, типа, давайте сейчас паспорт, будем на вас оформлять, ага, тогда туда-сюда. Я говорю, на какой закон вы ссылаетесь? Ничего, не смогли толком они ответить. Вообще, сейчас почитала, перчатки носят рекомендательный характер, но никаким образом это никакая обязаловка. Если бы это была бы обязаловка, все люди, которые вот были на камере, вот все, да, прошли, которые без перчаток, их всех тогда следует оштрафовать. Их всех нужно оштрафовать. Но они же просто прошли, просто вот огибали нас, вот мы стоим, все меня вот эти вот тёточки, эти хамки окружили, а все остальные просто проходят. И мне они пытаются доказать, что все эти люди, это жители города Москвы, и они их защищают. Типа, я болею. Она же там так и сказала. Откуда я знаю, может, вы болеете? Исходите здесь, заражаете. То есть только я могу ходить и заражать. И, кстати, вот когда только началась пандемия, и мы когда, тоже это на камеру этот момент попало, мы с вокзала, значит, на Павелецком, с Викой, с Сержем, все слезли с поезда, выходим, значит, с вокзала. И к нам человек подходит и говорит, что, откуда приехали? Из Китая? Да приехали, из Китая приехали. Многие тогда, типа, ну он же просто спросил. С какой стати он просто спросил? Он там просто стоял и никому не подходил. Как только он увидел наши узкие глаза, он тут же подошел, начал нас подкалывать, типа, вы что, из Китая? Вы что, из Китая? И таких случаев было много. Потом второй раз, мы уже, по-моему, на Курском вокзале были, человек подошел к нам, в лифте мы с Викой стояли, просто вот мы едем в лифте, подходит какой-то человек и начинает нам говорить, ни хао, что-то там, ну типа, на китайском, вы же можете говорить на китайском, вы вообще понимаете или нет? Ну то есть, это что вообще такое? Меня это очень сильно возмутило вчера. Да вообще бог с ним, с этими перчатками. Я их в итоге пошла купила. Но вот вы, вы мне объясните вообще, может быть, я что-то не так поняла, с какой стати, как бы, жители города Москвы, да, и вообще жители, которые живут на их родной земле, как бы, они живут, да, здесь, таким образом ведут себя вообще с людьми. Не знаю, какое-то, какое-то вот человеческое отношение, какое-то вот просто вот, даже если она выполняла свою работу, это контролёша, это же можно там, причём она даже не здрасте, ничего такого не было. То есть, у людей, вот вы мне можете сказать, да, она таких как-то тысячу человек в день видит, да, сколько бы она людей не видела, она изначально должна поздороваться и потом уже что-то говорить, а не так, что перчатки, перчатки, перчатки. Если что-то не нравится, если она настолько обиженная жизнью, ей не нравится работать, пусть сидит дома тогда, пусть сидит дома, вот и всё. Вот я чисто, вы знаете, вот такого мнения, та же самая бабка, если ей не нравится что-то, что вот люди ходят на улице, да, люди ходят в метро, так ты сиди дома, пенсионерка ты, ты сиди дома вообще пенсионером выходить. Сейчас я не знаю, можно или нет, я уже давно не следила за этим. Ну, если ты боишься, ты сиди дома, ты чё перекладываешь ответственность на меня за свою какую-то жизнь там? Я здесь хожу, и что ты ходишь, и что вот ты ходишь, я житель этого города, и что дальше? В общем, меня просто забомбило. Вот так вот, ничего больше мне сказать.